Денис, приветствую тебя в этот значимый для рынков день, день статистики Non-Farm Parals. Повторюсь, что обычно этот релиз разбирается в пятницу, но сейчас из-за того, что в субботу день независимости в Штатах, пятница, соответственно, нерабочий день и смещение по публикации отчетов на сутки, в данном случае назад. Данные важны, хотя мы с тобой уже не раз вещали, разбирали события рыночные по факту Non-Farm и не раз приходили к выводу, что они уже далеко не те. Но все меняется, я думаю, что когда-нибудь рано или поздно, но реакция на Non-Farm может оказаться той, которой мы привыкли много-много лет назад. Возможно, это случится и сегодня. Друзья, всех, кто следит за нашим совместным соединительным творчеством, предупреждаю, что статистика по Non-Farm сегодня имеет большее значение, чем всегда, поскольку сейчас важно вообще оценивать состояние американской экономики, особенно учитывая то, что там идет повторная вспышка COVID-19. И, конечно же, от того, как будут развиваться события, будет зависеть, как станет действовать перед резервовой власти по мерам дополнительного стимулирования. От этих мер уже будет зависеть динамика доллара. Если мы точно определимся с тем, что происходит с долларом, мы более-менее сможем понять, как действовать и по прочим финансовым инструментам. Поэтому сегодня, раз уж мы говорим о Non-Farm, я предлагаю остановиться, Денис, и, надеюсь, ты поддержишь эту инициативу на индексе американской валюты. Давай тогда перейдем непосредственно к демонстрации экрана. Начнем с меня. Да, давай. Так, пару слов по поводу того, что мы рекомендовали раньше, то есть во вторник. Сделок было две традиционно. Во-первых, это евро-доллар, который я рекомендовал продавать через отложку с уровня 1.12.51. Соответственно, отложка сработала. В моменте мы улетали вниз к уровню 1.11.84. Вроде бы как профит был хороший, но, признаюсь, я был настроен получить от евро побольше, поэтому просидел в этой сделке до того самого неприятного момента, когда сделка была закрыта по безубытку. И вот сейчас, опять же, если комментировать перспективу евро, забегая вперед, скажу, что я поставлю на укрепление курса американской валюты, поэтому считаю, что европейская валюта будет снижаться. И вот в данный момент мы прямо тестируем верхнюю грань нисходящего канала. Полагаю, что либо сейчас, либо в идеале подождаться теста 1.13 и попробовать снова заходить в продажу. То есть сегодня моя рекомендация по евро-доллару предполагает использование отложки селлимит с уровня 1.13. Тоже по потенциалу снижения не ограничиваю. Думаю, что рано или поздно мы должны улететь в район отметки 1.10-1.11. Очень хочу увидеть евро где-то там, поближе. Но нужно вот хорошенько зайти и продержать сделку до того, как она будет закрыта профит и ни в коем случае не по стоп-лоссу или безубытку. Что касается основной идеи, это индекс доллара. Как раз сделка buy limit с уровня 96.90. Это как раз отбой от нижней границы восходящего канала. Но в данном случае даже если бы у нас не было какой-то технической картины сейчас, я бы все цело положился на фундамент. И обозначил, что сегодня у нас по прогнозам в целом должна быть неплохая статистика. У нас была репетиция по EDP накануне. Прироста количества новых рабочих мест больше, чем на 2,3 миллиона. И еще больше интереса вызвал пересмотр показателя за прошлый месяц, практически с минус 3 миллионов до плюс 3 миллионов. То есть статистика была скорректирована на 6 миллионов. Соответственно, к тем 3 миллионам, которые были созданы по рабочим местам в прошлом месяце, мы имеем уже неплохую статистику протяженностью в 2 месяца, динамику по созданию новых рабочих мест почти в 9 миллионов. Да, это, конечно же, не перекрывает тот тотальный спад, который был на пике пандемии, когда без работы осталось больше 20 миллионов человек. Но ведь позитив начинается даже с малого, хоть чего-то. И в данном случае по статистике я не вижу каких-то сокрушительных отчетов. Я прекрасно понимаю, что все будет зависеть дальше от того, как американская экономика справится с новой вспышкой ковида. Но оптимист я и в данном ключе, поэтому считаю, что американская экономика останется на траектории роста. Также ICM производственного сектора и сферы услуг, которые вышли накануне, тоже хорошая статистика. Цифрами сейчас не буду забивать голову, кому интересно, посмотрим в экономическом календаре. Ну, короче, везде позитив. Сити сегодня прогнозирует рост занятости больше, чем на 5,5 миллионов человек. Я, честно говоря, считаю, что мы увидим статистику в диапазоне от 4 до 5 миллионов. И логика здесь простая. Чем лучше выходят данные по нон-фармам, тем меньше шансов увидеть от финдизирова дополнительных инъекций ликвидности финансовой системы, тем меньше риск для инфляции и девальвации валют. Поэтому, повторяю, в отношении индекса доллара я оптимист. Я смотрю по американской валюте только лишь вверх. Держу давно уже в покупках индекса доллара. Но те, кто только сейчас присматривается к нему, считают, что 96.90 или, лучше скажем так, 96.80, чтобы быть там совсем точнее. 96.80 – это тоже buy limit, отличный уровень, чтобы попытать удачу в росте курса доллара. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично, слово взял. Ну, что тебе сказать. Я с технической точки зрения с этим анализом на самом деле не согласен. Прекрасно вижу, откуда взят уровень 96.00. То есть там даже не 80, а 96.70, если уж еще точнее говорить. Это чисто по технике. Но опять-таки, во-первых, с технической точки зрения, сейчас я даже фундамент не учитываю, а касательно payroll, честно, уже абсолютно даже плевать, когда они выходят по одной простой причине, кроме как так называемый вертолет, то есть движение в обе стороны у нас за последние годы никакой другой реакции не было. Поэтому по большому счету, что они выйдут, что не выйдут, я думаю, разницы особо у нас никакой не будет. А касательно общего движения, значит, сама по себе вот эта структура, которая формируется вверх, точнее уже сформирована, особенно вот раз, два и три, при такой дугообразной, дугообразном движении, это чаще всего в процентах в 80 случаях это признак коррекции. Поэтому я лично считаю, что движение по индексу доллара у нас будет направлено именно вниз. Я лично не вижу здесь покупок никаких, если они даже и будут, то с большей долей вероятности они будут коррекционными. То есть для коррекции, да, есть действительно диапазоны в районе 97.30, достаточно неплохой диапазон для формирования коррекции. Но если смотреть чисто так стратегически, с учетом того, что было сделано здесь внутреннее перекрытие вчера, вот это важный момент, именно этого момента я ждал для того, чтобы какая-то ясность появилась по движению в акции. Поэтому, следовательно, я лично жду две цели. Это в районе 96.40 и 95.70, вот именно в этот диапазон. Трендовые линии поддержки, да, у нас есть, но опять-таки они рисуются чуть-чуть, на самом деле, не то чтобы не так, они рисуются в парах. То есть это так называемая основная трендовая поддержка, которая на самом деле должна всегда дополняться еще одной хотя бы, которая имеет с ней одну общую точку. Это обязательно условие, которое книга, к сожалению, не написана, хотя стоило об этом указывать. И заключается здесь смысл в том, что когда их там раз, два, иногда три даже сформированы, происходит пробой самый ближайший. У нас он произошел, причем с распиливанием. Вначале было распиливание, потом такие пробили. Сейчас подходит действительно к нижней, в районе приблизительно 96.80, 96.70. Затем коррекция и дальше продолжает движение вниз. Поэтому я лично по индексу доллара исключительно за шорт. Касательно евро, ситуация по большому счету такая же, только в зеркальном виде. То есть по евро у нас что, если сейчас уперлись в одну-вторую маржинальную зону. Сегодня, да, сегодня у нас четверг, поэтому сегодня будет экспирационный день месячных акционов. По месячным, в принципе, тут плюс-минус в районе текущих уровней еще может застопориться. Я лично чего жду. Если сделать нормальное, полноценное закрепление вверху, ну, то есть в районе максимума, скажем, 1.13.40, вот примерно в этих краях, тогда я с большим удовольствием куплю на коррекции. То есть при коррекции вниз, тогда вот с этого диапазончика у меня видно такие большие квадраты. Это точные вливания, которые по видам прошли. Еще и плюс с проталкивающим объемом, еще и плюс вот здесь с опорником. То есть здесь будет сильнейшая поддержка. Но это только в том случае, если цена пройдет выше в район 1.13.40 приблизительно. Тогда только при этом раскладе я буду рассматривать покупки по евро. Поэтому в целом, напитки, опираясь на доллар, опираясь на показания евро, я бы сформировал приблизительно вот такую тенденцию. Это то, что я вижу именно по евро на данный момент. И, соответственно, по баксу все то же самое, только в зеркальном виде. Потому что, опять-таки, повторюсь, нужные перекрытия здесь уже были сделаны. Ну, по баксу даже это чуть лучше видно, чем по евро. А там дальше уже посмотрим. Потому что вся эта неделя, на самом деле, это просто дичь какая-то. Особенно в плане движения евро за всю неделю 100 пунктов. И толком цена вообще никуда не ушла. Это, конечно, было сильно. Так как я во вторник, когда с тобой проводили совместный брифинг, как раз рассматривал именно покупки. Покупки в районе 1.12.40. Да, в какой-то момент времени они были в плюсе, но, честно скажу, я психанул, я их закрыл, потому что вот эти вот все движения мне реально не нравились. Ситуация 50 на 50, когда цена находится в зоне накопления, то есть вот такая зона турбулентности, то, соответственно, лучше всегда переждать. Мне глубоко плевать на красоту входа. Я лучше войду грамотно, когда будут сделаны условия, чем попытаюсь войти красиво и раза три мимо на четвертый попаду. То есть, ну, я так не люблю делать. Пускай подтвердят, нормально, не спеша, все, супер, поставлю лимит и буду заниматься своими делами, а там уже через пару-тройку дней посмотрю, зацепило лимит, не зацепило, и, соответственно, дальше уже будут принимать решения. Но пока что я за ослабление факта. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Ну что ж, повторюсь, что сегодня в 15.30 по московскому времени мы ждем данные по Non-Farm Perils, количество новых рабочих мест, уровень безработицы, динамика по заработным платам. Ждем волатильности на площадках, поэтому наше совместное с Денисом вам традиционное напутствие. Контролируйте риск. Следите за загрузкой по депозитам, потому что прежде всего вы отвечаете за сохранность ваших средств. Ну что, Денис, спасибо тогда. Хороших тебе выходных, закрытия недели и до встречи. Да, коллеги, взаимно тоже отличных выходных. И также нашим зрителям напоминаю о том, что всегда не старайтесь красиво войти в сделку и тешить свое эго. Тут вы либо торгуете, либо тешите эго. Одно из двух. Два вместе, к сожалению, никак. Это точно. Ну что, пока. Всем классный выходных. Пока-пока.